Как я уже многократно говорил, начинается мой кошмар, когда идут технические главы с большим количеством предельно важных, но совершенно не впечатляющих и не поучительных на уровне простого смысла рассмотрения, в котором мы, в принципе, занимаемся деталей. И в предыдущем недельном разделе мы говорили о повелении создать святилище в определенный период переносного, мобильного, впоследствии стационарного храма. И вообще говоря, и ТРУМА, и ТЦВ – это одна глава, по большому счету. Это одно длинное обращение Всевышнего к Мойше. И наш недельный раздел логически продолжает начатую на прошлой неделе тему. Я тут должен сказать сразу одну деталь, которую мало учитывается, как правило, в наше время. Мы по праву рассматриваем дробление на недельные главы как один из способов комментирования текста. Ведь то, каким образом вы разделяете смысловые отрывки, это деление, оно, естественно, отражается на нашем понимании смысла и содержания. Но не надо забывать, что мы пользуемся, скажем, делением на главы, которое было принято в Вавилонском еврействе, в Вавилонском изграде. И в Эра Цесраэль, скажем, был трехгодичный цикл чтения Тора. То есть дробление на недельные главы было совершенно иным. И пусть вас не удивляет то, что я говорю, что и ТРУМА, и ТЦВА образуют некое смысловое единство. Нам так это очевидно для любого читающего. И в ТРУМе, естественным образом, говорилось об устройстве святилища, но не о службе. То есть, так сказать, говорилось о условиях, а не о деятельности. А глава ТЦВА, в отличие от нее, говорит уже о службе в храме и о том, что ее исполняет Аарон и его потенки. И в ней предписано отделить от народа Аарона и его сыновей, назначенных священниками, и посвятить их, сделать им особые одежды, принести особые жертвы и так далее. И таким образом Тора переходит к описанию назначения коинов, священников, служителей, после изложения устройства святилища. И тут надо сказать несколько слов о священстве. Первое и главное, что надо сказать. Обратите ваше внимание. Есть некие уровни святости, то есть задача, которая возложена на определенную категорию лиц, должна сопровождаться особыми возможностями, которые этой группы лиц есть. Это очень понятная вещь, мне кажется. Во всяком случае, для меня это понятно. То есть, сами посудите. Если Всевышний дает определенные задачи, и, как правило, они достаточно сложные, то он должен, соответственно, и дать возможности и силы для того, чтобы эти задачи реализовывались. Дополнительные силы, дополнительные возможности, по отношению к тем, перед коими эта задача не ставится. Потому что, в противном случае, это издевательство. Это понятно. Теперь. И в еврейском народе есть три уровня святости, собственно, внутри этого народа. Есть еврейский народ как таковой. Да, группа лиц, связанных общностью происхождения и миссией, которая на них возложена Всевышним. Некая, как я не устаю повторять, некая такая гипертрофированная семья, гипертрофированный род, вошедший с Богом в договорные отношения. И понятно, что в любую семью можно войти на определенных условиях. И в эту семью тоже можно войти. Да, и, соответственно, стать ее частью. Но это не меняет факта. И вот этой вот семье даны определенные задачи, которые принципиально отличаются от задач всех остальных, которые членами этой семьи не являются. Но внутри этой семьи есть некое усиление того же самого принципа, направления, когда определенным категориям внутри этой семьи, объединенной опять-таки миссией и общностью происхождения, даны дополнительные уровни, дополнительные степени служения. Это левиты, леви, и куяним, которые являются подмножеством от леви. То есть по отношению к ним все то, что справедливых лей относится в полной мере, то, что мной было сейчас сказано, но в большей степени. И, соответственно, для меня здесь важна одна принципиальная вещь. Обратите внимание, напрямую зависимость. Уровень святости и одухотворенности миссии и важности этой миссии напрямую связан с количеством и степенью ограничений, которые эта миссия накладывает. То есть чем больше от человека требуется и чем больше ему дано, тем меньше у него степеней свободы в поведении, тем большее количество обязательств, тем большее количество ограничений на него наложено. И это не разные стороны одного и того же явления, это одно и то же явление. Чем более требовательным к личности человека является его функция, тем меньше у него степеней свободы, тем большее количество вещей становится неотносимым к нему, невместным к нему. Вот это вот знаменитая формулировка моей бабушки, но не только моей бабушки, конечно, но для меня это формулировка моей бабушки. Цепаст, что ли? Невместно, недостойно его. То есть может быть вполне допустимо на других уровнях, но для этого недостойно. Как моя бабушка отметала всякие с ее точки зрения недостойные, невместные для меня, но вполне желанные модели поведения. Не подходит. Тебе не подходит. И то же самое по отношению к Коэнам и Лейвингам. Эти две категории лиц. Они, соответственно, имели большое количество ограничений. От них требовались более высокие уровни служения. Я бы сказал, что это связано с профессионализацией. То есть евреи по отношению ко всему человечеству называется священством. Так это определяет Тор. Мамлех и скуянин. Царство священников. Сообщество священников. То есть весь еврейский народ по отношению к человечеству выступает в качестве священников. И это значит, что гигантское количество вещей, которые в принципе связаны с едва ли непрофессиональной деятельностью. Любой еврей в повседневной жизни он может быть уподоблен по праву тем, кто в других народах является профессиональными служителями Бога. По количеству ограничений, рамок, повелений, требований, внутренней дисциплинии, направленности собственной жизни и так далее. Любой еврей, он может конкурировать с профессиональными служителями культов лыгавдин, разделить тысячу разделений, у народов. Теперь, но внутри еврейского народа есть профессионалы, среди профессионалов, по отношению к которым все остальные выступают в качестве уже, так сказать, непрофессиональных. Это Коянем, Львием и Исрольем. Точнее, по уровню должного набора. И это было завязано, опять-таки, на мало отслеживаемое ныне, но принципиальнейшее построение, которое было понятно нашим святым предкам. Колено левитов, колено леви, не получило земельного надела. Они жили за счет того, что им выделялось, был специальный побор, специальный налог, установленный непосредственно Торой, для того, чтобы они могли существовать и заниматься профессиональной религиозной деятельностью. Быть хранителями традиций, быть профессиональными служителями Бога и так далее, и так далее, обслуживая таким образом все остальное население. И поэтому их лишали возможности вести нормативный образ жизни любого нормального земледельца, живущего плодами своих рук, своей профессиональной деятельности, так сказать, крестьянина, если можно так выразиться. И им нормальной жизни не осветило. Они должны были сосредоточиться на другом функционале. Их нормативная жизнь – это духовная жизнь. Еврейский народ нуждался в профессионально обслуживающих духовные нужды на всех уровнях категории людей, которая жила за счет всех остальных. Это и есть профессионализм. А левиты, соответственно, выполняли вот эту вот функцию мирян по отношению к коинам. Они обслуживали коинов, потомков Аарона, которые выполняли еще более специализированные задачи. В частности, служения жидоприношениями против народа Израиля. И мало кто представляет себе из сегодняшних живущих, читающих, так сказать, текст Писания, мало кто представляет собой чудовищный прессинг, чудовищную нагрузку, которая была на коинах, достаточно сказать, что после служения в храме, а они, так сказать, у них были смены, они посменно служили в храме, после этого они в обязательном порядке должны были все лечиться. Потому что они обязаны были кушать мясо жертв, они обязаны были в любую погоду ходить в одной и той же одежде. Если кто-то, что сейчас находится со мной на Святой Земле, кто живет в Израиле, он знает, что сейчас в ледной рубашечке и брючках не побегаешь бочечком, а это именно то, чем занимались левиты. в любую погоду, с любой температурой, постоянно в движении, с гигантским количеством приносимых жертв, и так далее, и так далее, и так далее. Это была совершенно невероятная по своей убийственности работа. это мало кто понимает, насколько Коэном было как бы непросто жить. И всю систему храмового служения возглавлял первосвященник. И это не было церемониальная, представительская или административная функция. Точнее, все это вместе взятое было, но кроме этого первосвященник выполнял в святилище, а впоследствии в храме особо ответственные элементы служения, критические, определяющие судьбы. Он вел служение в Йом-Кипр, он был пророком, который отвечал на вопросы с помощью Уримы Тумим, с помощью нагрудника. Были специальные элементы жертвоприношения, которые мог делать только он, и так далее. И Тора повелевая, чтобы служение в храме осуществлялось только потомками Аарона, брата Мойши. Вот того самого Аарона, который до сих пор был голосом Мойши. Да? Он придан Мойше в выполнении его миссии и был именно тем человеком, через которого Моше по умолчанию возвещал волю Всевышнего фараона. И именно Аарону было предназначено стать родноначальником вот этой вот касты людей, живущих Богом и ради Бога. что обеспечивало совершенно запредельно уровень личной святости. Потому что быть священниками среди священников это сгорать на работе. И как мы видим по сыновьям того же Аарона, иногда в прямом смысле. И казалось бы, Мойша в иерархии духовного лидера состоит выше Аарона. И это правда. Но священство не было доверено ни ему, ни его детям. Потомки Мойше были простыми леви, как и все их остальные собратья, помощниками коэнов, не более того. Но именно Мойше Всевышний поручает передать Аарону священцам 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 полномочий. Поскольку это назначение зависит не от человеческой прихоти, а исключительно от воли Творца, который их избрал и посвятил с помощью Маше. И здесь важно еще подчеркнуть, что все абсолютно сохраняющие свою актуальность вещи, данные Торой, они все волей и силой Мойше. Наша глава очень показательна. Да? Именно Мойша это тот человек, через которого Всевышний распределяет святость, распределяет миссию, задачу. Мойша тот, который настолько близок к Богу, что он уже не может даже стать первосвященником. Потому что возможности Мойши превышают возможности человечества. Как сам Мойша о себе говорит, вот я стою между вами и Богом. И он выше, чем Коэн Годл. Потому что Мойша и Тора стали как бы единым целым. Тойра с Мойшей, Тора названа его именем. И каждое слово, каждое повеление Торы, они от имени Мойши, через Мойши. В книге Медоршея Тойра Равин Аструк из Барселоны он так объясняет избрание Арона. Хотя функция первосвященника должна была по праву пролежать Мойши, тем не менее впоследствии она была передана Арону. И вслед за этим в Торе изложен порядок изготовления одеж священников и даны указания относительно исполнения заповедь зажигать светильник. И в тексте эти фрагменты предшествуют описанию всех прочих ритуалов Равин Ишцев в Храме. Однако при передаче речи Творца здесь нет оборотов характерных для других глав. Ну вроде того и обратился и сказал Всевышний Мойша скажи или повели и так далее. В этом разделе вообще не упоминается Игорь и говорится ты повели. Почему? объясняет Рав Аструк Бог не упоминает имени Мойша поскольку наш учитель отдал собственное величие и славы во имя славы и почета Аарона. Как если от него бы исходила инициатива приблизить своего брата в этом служении. И Мойша сделал это не по обязанности не вынуждено а именно как преданный посланник Господа с готовостью принимающей его волю. И поэтому он здесь не упомянут по имени. Другими словами что он хочет сказать желание и Мойшей самого Всевышнего было в подчеркивании значимости Аарона который был до этого на вторых ролях в тандеме с братом. Наделение Аарона не проходящей в поколении функции. И так написано в Торе «И ты приблизь себя из среды сынов Израиля твоего брата Аарона чтобы сделать его священником а с ним его сыновей Аарона и сыновей его надава Виллу и Лазар и Тамар и Раша великий Раша объясняет тут же «И ты приблизь к себе что значит приблизь к себе после того как будет завершено создание святилища». То есть создание святилища потребовало введение вот этого храмового служения в святилище потребовало профессионалов. И это то что говорит Раша И действительно надо понять почему он объясняет это Ведь Аарон был близок к больше популярен в народе давно Что значит приблизь к себе В каком смысле обучи выдели Раша говорит что именно после создания святилища возникла необходимость разделения постоянных жреческих функций и функций руководителя и учителя народа которым являлся великий пророк Мойши. И так объясняет современный комментарий Дат Микра Что значит приблизь к себе Перемести на другое место Выведи сына Израиля Подтяни к себе Но эта фраза надо понимать еще и в переносном смысле Подними их уровень над уровнем остальных сынов Израиля до уровня близкого к твоему чтобы они могли служить мне местом то есть дай им силы Удели им от своих сил Есть комментарии Ибнезера на эту тему которая меня вызывает такую отруб У меня часто Ибнезер вызывает отруб Объясняет Ибнезер Первоначально Мойша приносил жертв Поэтому приблизь к себе означает приблизь к той службе которую ты уже ведешь То есть служить проносить жертву быть коином только уже системно Так как ты служил мне так ты приблизь чтобы он тоже служил мне А дальше говорит Ибнезер удивительную вещь Почему же был избран Аарон или сам Мойша его потомство И дает удивительное объяснение Это было сделано из уважения к семейству Нахшина Говорит Ребе Аарон Ибн Эзра Тут просто надо сказать если кто-то не знает Сестра Аарона была сестрой Нахшин Бен-Бен-Абин-Адава Вождя колена Иуды Поскольку коаним должны были искупать прогрешение Абн-Исро Абн-Исро Абн-Моше жена была из Медьян Говорит Ибн-Эзра Дети Моше и его жена не были урожденными евреями сынами Израиля И поэтому его потомство не должно было стать священством У Аарона который был ниже уровнем чем Моше этой проблемы не было И заканчивает Авром Ибн-Эзра Он заканчивает Кроме того у Моше была другая функция Надо было учить народ заповедей и решать сложные вопросы Поэтому на должность коина нужен был кто-то другой То есть совмещать профессиональное служение в святилище Женоприношений и свои функции руководителя еврейского народа больше не мог уже по его мнению чисто физически Вот это вот объяснение о том почему Аарон и его потомство было избрано а не Моше и его потомство оно интересно Оно опять-таки как обычно у Ребаврома Ибн-Эзра оно не политкорректно но тем не менее обдумать его стоит далеко не все то что нам приятно или нас устраивает является истиной Он здесь предлагает некий другой вариант что есть и внутри вот этого общееврейского единства равенства нет и быть не может все равны но есть те кто равнее Коины равнее левитов левиты равнее обычных сынов Израиля и это данность это данность которая у которой как у любой данности есть много аспектов как возвышающих и листящих самолюбие так и наоборот но это данность это не зависит от конкретных характеристик человека есть разные уровни изначально разные уровни и это так устроен мир у кого-то есть такие способности у кого-то нет кто-то наделен таким даром кто-то не наделен люди не должны быть одинаковы но есть другое объяснение которое мне нравится гораздо больше потому что оно парадоксально я люблю парадоксы причина избрания Аарона и его потомство для священства ну вот Талмуд например в Тартате Срагедрен на седьмом седьмой лист второй страницы он пишет что причиной профессиональной пригодности Аарона на должности функции первосвященника было его участие в истории золотых теленка я напомню что когда начали бунтовать и кричать что надо что-то делать и создавать теленка Аарон не протестовал и не выступил против этого а более того он как бы возглавил это движение так сказать принимая в этом всем достаточно активное участие и объясняет Талмуд что когда бунтовщики начали убивать несогласных Аарон решил возглавить все это для того чтобы тянуть время для того чтобы суметь как-то разрулить ситуацию так или иначе или отговорить людей или перенаправить это все канализировать в другую сторону или больше уже вернется он тянул время и пытался так сказать не вступая в конфронтацию соучаствовать в происходящем за что он был решительно осужден впоследствии Мойши так сказать и никто его за это не хвалил хотя Аарон идя на все это абсолютно сознательно пытался действовать по принципу меньшего зла меньшего ущерба но де-факто он помогал отлить золотого теленка и этим получается что он себя принес в жертву для того чтобы было минимальное количество пострадавших он решил положить себя буквально под ноги вот этим вот бунтующим массам и этим он доказывал свое отношение к людям по сути он пожертвовал собой своей святости своим будущим своим уровнем своим и своим посмертным существованием всем он пожертвовал всем для того чтобы каким-то образом компенсировать урон который наносится в этот момент всем всему народу и именно поэтому его избрал всевышний на должность Коэн Годала говорит Талмуд трактат Сен-Хедрен на седьмом листе вторая страница потому что человек который служит Богу в храме он должен любить людей в первую очередь для него самым важным должен быть не он сам и даже не его служение а люди ради которых это служение реализуется и это грандиозный комментарий и мне кажется очень важно что это не он не он не он не он Продолжение следует...